Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Посоветовал мне тут Володя. Ну, постоянно зрители канала помнят его по роликам с тандыром, по роликам с паэлией. Так вот, он посоветовал мне один итальянский ресторан. Я к ресторанам отношусь с большим подозрением, видимо, потому что очень требовательный. Вот это трестик. Очень и очень. Обычно, приходя в ресторан, ищу в меню, назовем их, контрольные блюда. Я имею в виду те блюда, которые очень просто испортить халатным отношением к технологическому процессу. И очень просто сделать просто идеальными, шедевральными, если просто тупо следовать этому самому технологическому процессу. То есть, не лениться, не экономить на времени. Одно из таких блюд – классическая лазанья с соусом болоньезе. Но судите сами, хороший соус болоньезе от посредственного отличается в первую очередь идеологией slow cook. И если ресторатор стремится сократить время приготовления, то и вкус, и, самое главное, консистенция соуса стремительно ухудшается. Все подробности и тонкости приготовления соуса болоньез я расписывал вот в этом ролике. Щелкайте, смотрите, ну или заглядывайте в описание видео. Опускаетесь ниже глазами, ниже этого ролика. Смотрите кнопочку «Еще», надпись такая «Еще». Нажимаете, и в раскрывающемся списке видите ссылки на ролики. Так вот в этом ресторане лазанья оказалась правильной. И соус болоньез был идеальным, и бешамель исключительно хорош. В результате там уже три раза побывал, и все три раза был полностью удовлетворен тем, что там заказывал. В последний раз я там ел меланзаны ало пармиджано. Это запеченные ломтики баклажана с сыром и томатным соусом. Мне так это блюдо понравилось, что я тут же отправился на кухню выпытывать все подробности. Прошу прощения за длительное вступление. У меня нет уверенности, что ресторатор, он же шеф-повар, кстати говоря, итальянец, поделился со мной всеми подробностями приготовления этого блюда. Я хочу попробовать приготовить у вас на глазах, и в конце сегодняшнего выпуска мы сделаем вывод, насколько ресторатор был откровенен. Для начала включу нагреваться духовку. И поставлю греться сковородку. Баклажан надо предварительно поджарить с очень небольшим количеством масла. Он ведь как губка, очень сильно все впитывает. Поэтому плюхните масло на сковородку, и все это масло окажется в баклажане. Сразу посолю. А теперь перевернуть, и все то же самое с другой стороны. Так, сковорода нагрелась, можно начинать. Совершенно не обязательно использовать ребристую. Я ее взял только потому, что ломтики с нее цеплять удобнее. Пожаривать надо слегка, так, чтобы баклажан стал чуть-чуть мягче и начал зарумяниваться. Я неоднократно слышал, что бывают какие-то горькие баклажаны. И их советуют посолить, ну, разрезать, посолить и дать полежать. И вроде бы от этого они дают сок, горький, и этот сок вместе с солью уходит. Сам так не пробовал, поэтому врать не буду. Если у кого-то есть такой опыт, ну, делайте так. Собственно, пожарка закончилась. Давайте собирать все вместе. Выкладываю все слоями. Баклажан. Рассольная моцарелла. Пармезан. Опять баклажан. Опять моцарелла. И опять пармезан. И так до победного конца. На маленькой сковородке надо слегка обжарить, проварить протертые томаты. Так, чтобы вкус сырых ушел. Как только закипит, убавляем огонь и оставляем повариться минут пять. И после начинаем пробовать. И выправлять на вкус. Соль, сахар, немного перца. Если соус получается недостаточно яркий, смело добавляйте и соли, и сахара. Можно добавить яблочный или винный уксус. Только не надо использовать столовый. Еще раз. Этот соус создает будущую основу всего нашего блюда. Поэтому нужно добиться, чтобы он был реально вкусный. Поэтому пробуйте и добавляйте сахар. Сахар. Нету сейчас в северном полушарии реально сладких помидор. Поэтому добавляйте, не бойтесь. Короче, сообразите сами. Заливаю соусом баклажаны. И как вишенка на торте, опять сыр. Естественно, пармезан. Блюдо, напомню, так и называется. Меланзанна алла пармиджана. Не будет у вас в загашнике рассольной моцареллы или пармезана. Выбирайте сыры на свой вкус. Да, у вас получится не такое по вкусу блюдо, какое я заказывал в ресторане. Но кто вам сказал, что это будет хуже? Будет другое. Но если не схалтурите соусом, то получится не менее вкусно. Я уверен. Остается дождаться румяной корочки. Если есть в духовке верхний гриль, смело используйте. Нет? Ставьте 200 градусов и ждите. А вообще, все подробности про разные режимы работы духовки и о том, какие режимы для чего нужны, я рассказывал в отдельном ролике. Вот сюда щелкайте и смотрите, если еще не видели, если вам это интересно. Ну или опять заглядывайте в описание видео. Ссылку и на этот ролик я там размечу. Все готово. Запахи. Да, как у любой запеканки, вид непрезентабельный. Но черт возьми, это надо попробовать. Я вот специально даже красивую форму купил, чтобы вас подвигнуть на повторение этого рецепта. Отлично. Вот я мясоед. Но вот такое вот блюдо мне на обед. И не надо никакого мяса. Даже от стейка, пожалуй, откажусь. Не халявьте с соусом и получится отвал башки. Посмотрите, как тянется сыр. Красота. Мотать его и мотать на вилку. Похоже, что хозяин этого заведения ничего не таил. За что ему отдельный респект. Понравилось? Приготовьте. Угостите близких. Поделитесь этим видео с друзьями. Кнопка такая, поделиться. Жмите смело. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!